Уважаемые телезрители, вот и подходит к концу этот непростой, сложный, тревожный и даже в каких-то местах трагический год. И мы здесь собрались в студии, чтобы подвести итоги этого года, сформулировать какие-то планы на следующий год, дать какие-то прогнозы и, как написано в Библии, время собирать камни, время их разбрасывать. И сегодня в нашей студии человек, который как нельзя более компетентен в решении наших проблем в области экономики, стратегического управления. Это наш уважаемый проректор по стратегическому и экономическому развитию Казанского федерального университета, доктор экономических наук, профессор Марат Рашидович Софиуллин. И сегодня с вами работают журналисты Казанского федерального университета, это Рустам Вафин, ну и ваш покорный слуга Альберт Бекбов. Я думаю, что итогом нашей передачи будет достаточно большая пища для размышлений для вас, уважаемые телезрители, и мы постараемся ответить на наиболее лободневные вопросы в части экономики. Еще раз повторюсь, в этом году наша экономика пережила достаточно тяжелые, как говорят экономисты, шоки. Это прежде всего пандемия, которая повлекла за собой не только падение нефтяных цен, но и падение доходов населения, повлекла за собой ограничения в передвижениях не только даже между странами, но и были ограничения между регионами. И до сих пор ситуация остается достаточно тяжелой, цифры падения, в частности, ожидают экономисты падения экономики России по итогам этого года, по окончательному подсчету, что валовый внутренний продукт Российской Федерации должен упасть на 4% по их ожиданиям. Главный наш экономический показатель нашей Республики Татарстан, это валовый региональный продукт Республики Татарстан, тоже ожидает около 4% падения. И достаточно очень такая непростая ситуация. И в таких непростых условиях важным становятся действия правительств, государств, где происходят вот эти негативные процессы. И вот вы находились по ту сторону баррикад, вы довольно успешно работали в правительстве, республике, были министром экономики. И вы, наверное, можете это оценивать достаточно большой долей объективности. Скажите, пожалуйста, как правительство России и правительство Татарстана, на ваш взгляд, справились они с купированием вот этих тяжелых экономических шоков? И правильные ли были меры, применены правительствами? Скажите, это как и бывший чиновник, и профессор экономики. Невозможно в будущем. Нет, нет, нет. Большое спасибо. Вы так высоко меня представили. Прямо это ко многому обязывает. Просто есть ряд соображений, о которых хотелось бы здесь высказать, поделиться и обсудить. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, можно посмотреть, как среагировали другие страны. Поэтому эффективность здесь, можно сказать, сравнительная. Но на что хотелось бы обратить внимание, в принципе, самый эффективный пример показал Китай. То есть именно там все и началось. Именно и там был самый большой масштаб, но и в то же время очень быстро они смогли купировать этот вопрос. Самый главный урок, который извлек в этом плане Китай, и мне кажется, что он показателен и важен сейчас, что остановить экономику, то, что мы с вами говорили, то есть самое страшное в условиях пандемии, это вот не сама инфекция, а то, что возможно остановить огромный экономический маховик. И тогда это чревато очень серьезными, глубокими трансформациями и глобальной рецессией и прочими-прочими вещами. Что хочу сказать относительно эффективности мер. То есть эффективности мер, надо сказать, что у России по отношению к другим странам было главное стратегическое преимущество. Первое главное стратегическое преимущество, это и относится к Татарстану, это высокая концентрация промышленности и очень небольшой удельный вес малого и среднего предпринимательства и его небольшое влияние на экономику. Потому что в основном из-за пандемии, из-за, скажем, вы же видите, очень сильно пострадал общепит, туризм, сфера логистики, сфера услуг, это там, где традиционно во всех странах сконцентрирован малый и средний бизнес. И вот хочу сказать, что здесь вот, скажем, тот глубокий структурный недостаток, который есть у нас, преимущество, которое было у других стран, оно вот сыграло в этом плане для нас полезный эффект. На самом деле, то есть если при прочих равных условиях, если бы у нас структура была близкой, скажем, к экономике Италии, например, то в этом случае я хочу сказать, что последствия были бы намного хуже. И второй момент, тоже, который сыграл положительную, как там, несчастье помогло, как говорят, то есть санкции, то есть санкции и рост, вернее, падение национальной валюты по отношению к международным, привело к тому, что все-таки сельское хозяйство начало вставать на ноги, показывать свою экономическую эффективность и достаточно динамично расти. И в этом случае, что самое главное в том, что если раньше была четко явная, раньше это имеется в виду более 7-8-10 лет, четкая зависимость от импортных продуктов питания, то сейчас хочу сказать, что вот этот фактор, он сыграл очень хорошую стабилизирующую роль. В плане того, что вот эти шоки, потому что те страны, где были зависимы от продуктов питания, из-за того, что приостановились коммуникации, транспортные сообщения, это сразу же повлияло и на социальное настроение, и на снабжение, и на регулярность, и, соответственно, на цены. Поэтому я хочу сказать, и вот тоже мы с вами спорили, то есть в качестве примера вы говорили, многие страны очень серьезно экономически поддержали своих товаропроизводителей и население где-то прямыми, или вот Эльвира Сахивзян сказала, вертолетными деньгами, на мой взгляд, в условиях, то есть для тех стран, которые являются эмитентами валюты, это возможно, потому что у них есть разница между валютным курсом внутри и внешним валютным курсом, и более того, спрос на их деньги еще существует как спрос на средства обращения, поэтому они за счет эмиссии решают свою проблему. У нас это любая эмиссия или дополнительные деньги, вот говорят, давайте, мы же для этого вроде бы и хранили наш фонд национального состояния для резервов, чтобы в трудные времена выпустить его. Но в том случае, если нет действенных механизмов запуска новых производств, а здесь самые главные рынки из-за ограничений сжались, нет смысла давать дополнительные деньги, потому что это приведет к тому, что деньги вновь поступят тут же самое на конечное потребление, и они только поднимут это и без того весомые цены. Более того, вот хорошее развитие сельского хозяйства и, скажем так, бурный экспорт наших сельхозпродуктов за рубеж из-за растущего кросс-курса в пользу иностранных валют, как раз и послежил тому, что это подтолкнуло к росту продуктов питания внутри страны. Я бы хотел напомнить уважаемым телезрителям, что, например, в республике Татарстан отрасль сельского хозяйства в этом году была одна из немногих отраслей, которая действительно показала впечатляющий рост, и мы помним, что был собран очередной рекордный урожай. Но эта погода очень тоже повезла. Да, здесь повлияло, конечно, и погодные условия, но, тем не менее, во-первых, погода погодой, но организация сельского хозяйства в республике всегда находилась на достаточно высоком уровне, и в этом году пищевая промышленность, промышленность вообще по обработке сельхозпродукции, производстве сельхозпродукции вышли в сторону положительных значений, и, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Не только. То есть вот этот рост цен, он в целом носит неблагоприятный, конечно, характер, но для сельского хозяйства это серьезный фактор для повышения экономической эффективности, рост объемов, и, ну, я еще раз говорю, для, вот, хочу сказать, и в последующем для стабилизации, для снижения ЦЕ. Возвращаясь к вопросу о поддержке, как правительства разных стран поддерживали экономику через систему вертолетных денег, есть многочисленные цифры, и мы видим, что большинство экономик развитых стран, есть такой показатель, и он считается в процентах к воловому внутреннему продукту, объемом впрыснутых вливаний, чтобы экономика не стояла, и западные страны, у них там доходило до 30-40% от ВВП, а Россия показала очень скромный уровень, 2,4%, там, от 2 до 4%, зависит от того, как считать от ВВП, но, опять-таки, Марат Рашидович, вы, наверное, совершенно правы, что... Да, я хочу сказать, у них открытые экономики, понимаете, в этом случае они работают большей частью на внешний рынок, у нас очень закрытая экономика, и в целом, я еще раз говорю, из-за концентрации, и из-за внешних санкций в том числе, и поэтому я хочу сказать, что вот вроде бы такой небольшой удельный вес он позволил, я хочу сказать, на самом деле, вот тот уровень падения, который мы имеем, это в этих условиях, можно считать просто, ну, весьма неплохим достижением. Ну, и вы, наверное, правы, что было бы ошибочным решением прыскивать деньги в условиях локдауна, когда не работали те же самые кафе, рестораны, магазины и все прочее, куда люди бы понесли эти деньги? То есть была какая-то помощь, но... Ну, вот хочу сказать, что все-таки надо немножко и сказать, что вот тот татарстанский опыт, который есть, к сожалению, он не был использован. То есть деньги дают всем, нуждающимся и не очень. Вот в том случае, если все-таки деньги давали именно нуждающимся, в этом случае вот этой, скажем, инфляционной пенки было бы намного меньше, и денег больше нуждающимся можно было бы в этом случае выделить, и эффективность, и более того, социальные настроения были бы намного лучше. Скажите, а как можно добиться вычленения вот этих действительно нуждающихся механизмов? Вот вы, наверное, помните же, у татарстанская модель, она так и называлась, социальной и рыночной экономики. В чем она заключалась? Ну, помимо вот тех традиционных инструментов разгосударствления, приватизации, там, скажем, коммерческих инструментов использования в взаимоотношениях, самое главное в том, что наблюдалась каждая семья, и она кластеризовалась, то есть это исходя из уровня доходов. И помощь, именно почему называлась социальная адресная защита, социальная адресная поддержка, потому что поддерживались не все, кто подходил под какую-то категорию, а только те семьи, которые действительно испытывают вот дефицит. Да, и вы, наверное, помните, что это было в 2005 году, особенно вот когда была монетизация, то есть это весь необходимый инструментарий для того, чтобы наблюдание, это наблюдение за этим процессом, то есть и был сформирован необходимый массив информации о вот той, скажем, когорте людей. Эта система в Тарстане сейчас сохранилась, или все-таки она размыта? Хочу сказать, что она, к сожалению, вот последние годы мы перешли больше на федеральные инструменты и методы, которые, вот, скажем, они более широкого распределения материальной поддержки. Но механизмы, то есть, я хочу сказать, инструментария и методология, она существует. И более того, хочу сказать, есть Центр экономических и цельных исследований при Кабмине, это вот Альтина Николаевна Кудрявцева, она мониторит, и более того, мониторит еще в совокупности с ценами, с минимальным потребительским бюджетом, это потребительская корзинка, для того, чтобы посмотреть, как, ну, скажем, это очень важный инструмент реального изучения бедности. У меня есть несколько знакомых семей, которые относятся действительно к категории бедных. Действительно бедных, которые на уровне выживания живут. Я не слышал от них, чтобы они говорили, что мы чувствуем какую-то заботу, или хотя бы что нас знают. Они просто тихонечко там умирают в своих квартирах. Вопрос ведь, это тоже хочу сказать, что здесь современная система социальной поддержки, она построена на том, что человек должен заявиться, и как нуждающийся человек, и как безработный, для того, чтобы вся эта система заработала. И вот приведу пример. Если вы посмотрите, и до пандемии, и после пандемии, тот уровень безработицы, который у нас есть, он, ну, скажем, очень низок, даже вот по отношению к не очень эффективным странам. Чем это связано с тем, что большинство людей решает свои социальные вопросы самостоятельно, не обращаясь это в государственную систему поддержки. Когда-то мы с Альбертом спорили о том, что, ну, был такой разговор, о том, что реальное изменение в политике, в основном, республиканских властей, с точки зрения адресной поддержки населения, мы увидим тогда, когда, ну, например, Министерство труда и занятости социальной защиты станет, ну, его руководитель станет в рамке вице-премьера. На самом деле нет. Вот вы все равно, честно говоря, вы идете с административного инструмента. То есть механика, она должна быть все-таки доведена до естественных автоматических регуляторов. Мне кажется, что в том случае, если человек оказался в трудной жизненной ситуации, то есть он должен сам обратиться и получить. Но получить не из-за того, что там кто-то с ним должен собеседовать, на него посмотреть. То есть система должна быть автоматически. То есть он должен подтвердить, статус пока это показать те доходы, ну, или их отсутствие, и отсутствие активов, и прочее, прочее, для того, чтобы, вот, ну, скажем, был поддержан. Я объясню. То есть вот дело в том, что когда начали в республике этим вопросом заниматься, возник такой интересный термин «серый рынок рабочей силой». То есть он достаточно большой. То есть для того, чтобы вы это смотрели, то есть у нас порядка, если не ошибаюсь, было миллион восемьсот трудоспособных, а «серый рынок» оценивался в 450-500 тысяч человек. То есть это те люди, кто трудоспособного возраста, но при этом они нигде заняты, при этом у них это есть, скажем, недвижимость, это или жилье, и автомобиль. То есть это и вот совместная работа в правоохранительных органах, в налоговых органах, их это потихонечку-потихонечку вовлекла в хозяйственный оборот и позволила вот ответить на эти вопросы. А в современной ситуации, то есть если вот не заниматься параллельно этим вопросом, они также будут претендовать на социальную поддержку и социальную помощь, тем более вот девальвируя все эти государственные инструменты. Как вы относитесь, я, Олег, потом тебе передам, но я просто жутко интересую этот вопрос, как вы относитесь к идеям, к тому, что вводить даже не ваучеры, а... Как вы относитесь, Марат Рашидович, сейчас популярной идеей, которая сейчас овладела умами многих и которая сейчас очень бурно экспериментируется на Западе, это идея базового дохода, и которые, кстати, элементы, они были использованы нашим российским правительством в период пандемии, когда эти выплачивали... Они выплачиваются для детей, да, совершенно верно. Да, эти детские выплаты по 10 тысяч, и вот сейчас как бы вообще эта идея, она дискутируется, там порядка 40-50 программ на Западе есть в разных странах, и везде это дает совершенно неоднозначную реакцию, они говорят, это освобождает людей, там дает им какую-то подпорку, другие говорят, это развращает людей, люди начинают... И так у нас вэлферы, вот эта вся социальная система, там типа Франция, достаточно социальная нагрузка на бюджет большая, и тут еще сверху деньги приваливаются, люди становятся ленивыми, начинают машины поджигать, от нечего делать. Вот ваши отношения вообще. Большое спасибо, но вы знаете же, я олдскульный экономист, воспитанный на трудах Карла Маркса, и самое главное здесь Энгельса, который провел исследование, и утверждал, что труд это создал... Я действительно отношусь к трудовой теории стоимости, что именно труд, во-первых, формирует богатство, с одной стороны, и с другой стороны, то, что труд в основном, скажем, из приматов, совершенно верно. И более того, то есть я разделяю те мысли, что, скажем, отсутствие труда, оно запускает обратный процесс. Для этого даже нетрудно искать какой-то пример. Посмотрите, пожалуйста, Кувейт. То есть у нас есть ряд государств, где небольшая численность населения, и при этом хочу сказать, что большие ресурсы, в первую очередь, природные, ну, в силу географических особенностей. Посмотрите, пожалуйста, вот Кувейт. У них там огромные социальные выплаты, огромные заработные платы для граждан, имеется в виду этой страны, но при этом вы знаете, что они изобрели, что они сделали в науке, обладая такими несметными сокровищами. Посмотрите, вот, ну, более одиозный для этого это вот султан, это Бруней. Посмотрите, у него там, золотые самолеты, золотые самолеты, дворцы, это количество... Там 40 Курл-Сороисов. Какой 40, это, если не ошибаюсь, около тысячи у него машин, это средняя стоимость которых приближается к миллиону долларов. То есть протестантской этикой там не пахнет. И не только. Посмотрите, все остальные страны, тоже Саудовская Аравия, Эмираты и прочее, то есть в этом плане, я еще раз говорю, вот с точки зрения формирования новых знаний и, ну, скажем, это новое общество, там в этом... Это только стимулирует дополнительное потребление и, к сожалению, иждивенческие настроения. Как вы относитесь к идее замены денег при помощи нуждающимся, бедным самонаселения, на ваучеры, на базе деньги? Нет, я хочу сказать, что это как раз это шаг к первобытному общинной строй. Понимаете, все-таки рынок надо разобраться и рынок, он должен, если мы хотим нормально функционировать, то есть он должен работать эффективно. Я еще раз повторюсь, вот этот дефицит, он возник из-за того, что вся политика развития сельского хозяйства, вот до недавнего времени, она была направлена на поддержку его экспорта. И только появилась бы хорошая конъюнктура, и им открылись двери, и они начали эффективно работать. Мы столкнулись с тем, что работая на экспорт, получая в твердой валюте, это высокие цены на свои продукты питания, они стимулируют, скажем, рост цен и на внутреннем рынке. Так называемый экспортный паритет, цены экспортного паритета высокие. И смысла нету отправлять, получается, в нашу 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 отправлять все туда, меньше попадает, и начинается рост цен. И не только, ведь поймите, что они еще туда отправляют базовый, то есть это продукт, который является важным для производства других сельхозпродуктов, это зерно, понимаете, потому что это зависит и потом и кормовая база животноводства и всех остальных элементов сельского хозяйства. Вот и все. На самом деле это чисто экономическая вот эта ситуация. И в этом случае правильно регулируя это экспортными пошлинами, весь этот вопрос можно очень быстро отрегулировать. А вот эти вещи, то есть они привезут к тому, что сократится денежное обращение и возникнут это спекуляции. Мы же с вами проходили, я вот целиком помню тот период, наличие талонов, оно не сокращает потребление, а наоборот это. То есть вот у меня родители талоны давали, надо или не надо, все равно полностью их отоваривали. Это еще больше стимулирует нерациональное использование ресурсов. Марат Рашидович, вот мы были свидетелями, когда Владимир Владимирович Путин дал разгон, вот как говорится, крепко врезал многим ответственности. Министру экономического развития. Там Решетникову очень здорово попало. Да, да, да. Министру сельского хозяйства, когда был вопрос по поднятию цены, по выросшему очень сильно ценам на сельхозтовары. И тогда произошла идея, и она даже до сих пор популярная, ограничение цен, она по факту произошла. Хочу сказать, в рыночных условиях это теперь невозможно. Вот это, чему это может привести? Скажите. К черному рынку, вот и все. Дефицит. Мы просто в этом плане не дефицит. Мы в этом случае поддержим перекупщиков. Вот и все. То есть вы являетесь сторонником гибкого государственного регулирования? Нет, я стараюсь наоборот. То есть я сторонник того, чтобы не было никаких искусственных ограничений на рыночном развитии. То есть вот большинство проблем. Почему на рынках, например, цена иногда выше? Если глубже разобраться, то есть сейчас большинство рынков их это монополизировали перекупщики. То есть они не дают товаропроизводитель туда войти, покупают по монопольно низкой цене и стараются по монопольно высокой цене ее продать. У нас помимо рынков есть такие замечательные структуры, как магнит, пятерочка, где примерно по такой же схеме работает. И тоже монопольные рынки монополизированы. Я согласен. Торговая сеть, то есть вы же видите, сейчас они практически все вот эти маленькие магазины они выдавили, поэтому это естественный процесс. Тоже так же, вы помните, вот пришла Икея. У нас было много маленьких компаний, которые производили мягкую корпусную мебель и так далее. Сейчас ее практически нет. Но это хорошо, наоборот, или плохо? Что хорошо или плохо? Ну, смотрите, была Икея, а точнее появилась Икея. Эти товарищи продают действительно хорошую мебель. Хочу сказать, то что нельзя быть препятствием на пути прогресса. То есть Икея это неизбежный процесс. Но то, что мы ее пустили просто так, понимаете, то есть фактически мы открыли только одну дверь. А двери надо было открыть две. То есть мы дверь для импортных товаров открыли, а для того, чтобы наши товары были выставлены на этом маркетплейсе, условия не сформулировали. И поэтому получилось невыгодно. То есть это мощное, как его, и мы еще не умели работать в этих правилах. И, соответственно, вот более, может быть, даже не очень качественные, но более привлекательные товары в удобном месте с инфраструктурой и прочим-прочим, то есть они оказались более выигрышны, чем более конкурентоспособны отечественные. Я к чему это говорю? Потому что те масса небольших организаций, которые занимались капустной мебелью, которые вы описали, они разорились. То есть они ушли работать продавцами, может быть. Эти люди получали доход на эти деньги. Согласен. Они покупали квартиры. Но вот сейчас, когда заходят торговые сети, уже умудренные опытом наше правительство, оно ставит условия. То есть она говорит, хорошо, но в этом случае... Здесь включается антимонопольное регулирование, элементы антимонопольного. Совершенно верно. То есть в этом случае они должны... Но вы знаете, они раньше и наши товары задвигали на, как сказать, на второй ряд, где его и не видно. И потом говорят, видите, он же сам не пользуется спросом, а его просто не видят. Есть даже наука мерчандайзинг. То есть как расставить товар по ходу движения для того, чтобы человек это больше купил. Либо говорят, если вы хотите, чтобы ваш товар был представлен, тогда вы должны за его представленность тоже платить. Прочую, прочую, прочую. Но еще раз говорю, это вот механизм, который должен быть... То есть для всех... Рынок он тогда рынок честный, как для всех равные возможности. Если нет равных возможностей, вот я говорил, это монополия, это или сетей, или монополия перекупов, то в этом случае это уже не рынок, а точно такая же квазисистема, которая существовала раньше. И получается, что наше государство должно не ограничивать цены, а обеспечить всем доступ. Совершенно верно. Умное, антимонопольное регулирование. И самое главное, не только обеспечить достаточный объем товаров, причем и отечественных, и западных. И самое главное, чтобы из-за диспаритета курсов валют, чтобы не было вот таких перебоев. А если монополист является, руководитель государства является аффилированными лицами с этими монополистами, в такой ситуации что бывает? Как это сделать? Я хочу сказать, я немножко не понял, вы поясните вопрос? Ну, поясняю. То есть, условно говоря, высший круг чиновников элиты является совладельцами или бенефициарами этих сетей. Магнита, пятерочки, возможно, икеи в какой-то форме, да? Являются акционерами через близких людей. Как они в такой ситуации будут разворачивать монопольную политику? Вопрос другой. То есть, вот, состоит в том, что закон или работает, или не работает. То есть, вот, и наша задача, то есть, если мы хотим, чтобы все было правильно, закон должен в этом случае работать. А то, что вы говорите, то есть, оно, на самом деле, они, те или иные формы, там, влияния, или коррупции, они существуют везде. Но, рынок, он тогда существует, когда есть равные возможности и есть законодательное этому обеспечение. Если закон это не работает, то, я хочу сказать, это не из моей плоскости. У нас есть, как, наверное, Рустам готов привести, например, пример Франции. Там есть транснациональные розничные сети, которые, вот, выросли из Франции и которые контролируют практически весь мир. Мы же знаем прекрасно КФЛО, вот это. Ашан. Там группа Казино, да, Ашан. Вот группа Казино, например, есть там. У них в Совете Директоров сын Жискара Сент-Экена бывшего президента Франции. То есть, там сращивание тоже есть. И в Америке та же самая вещь. А Китай там вообще это уже, ну, просто поставлено. Просто вы должны понимать, это баланс краткосрочных и долгосрочных выгод. Понимаете? То есть, если они хотят иметь занятость и развитую промышленность, то вот тот путь, о котором я говорил, он неизбежен. А если мы хотим, то есть, это уничтожить промышленность, а потом это приведет к обнищанию населения, это падению продаж и закономерным результатом. Давайте поговорим о финансах. Финансы поют романцы, особенно сейчас в наших региональных бюджетах практически повсеместно по России наблюдается очень тяжелая экономическая ситуация. Мы видим, как, например, президент Татарстана Рустам Миниханов и министр финансов Республики Татарстан Гайзатулин, они говорят, что в этом году бюджет с неимоверным напряжением сверстывается. Доходы очень сильно упали, особенно от нефтяной, от нашего нефтяного, да, от нашего ТЭКа, то есть, топливно-энергетического комплекса. Из-за цен и из-за новых это правил регулированных. то есть, там целый сепь причин, но главным как бы виновником именно такого тяжелого состояния бюджета называют именно вот это тяжелое положение в нашем топливно-энергетическом комплексе, когда даже налог на прибыль в наш, зачисляемый в наш региональный бюджет, упал на совершенно колоссальную цифру на 48 миллиардов рублей, и по итогам этого года ожидается очень серьезный дефицит бюджета, который сейчас закрывает вот из всех достали все закрома. Здесь какую-то помощь оказывает федеральный центр, и мы надеемся, что все-таки пока еще бюджет не закрыт, у нас последние дни идут, что удастся как-то без особых серьезных потерь это все сделать, и мы сталкиваемся с такой очень интересной ситуацией, Марат Рашидович, наша республика она годами у нас бюджет был профицитный раз, и отчисления от наших нефтепроизводителей в республике, они шли на прямую Москву, и у нас без конца вот эти... Вопросы хорошие, и это, и нехорошие. Вот давайте сейчас попробуем ответить. Вы сами ответили на этот вопрос. Вот была хорошая конъюнктура, это результат хорошей работы предприятий или результат рынка? Мы сейчас скатываемся в морально-этические вещи. Не морально, зачем? Де факто, я хочу сказать, ресурсы, они принадлежат народу, так? И вот есть это мировой рынок. Действительно, то есть, вот несколько лет назад, то есть, вы же помните, и 100, и 120, это долларов стоило один баррель. И поэтому все эти средства, вот они были сформированы в, не все, но часть, которые вот маржинальные фонды национального облацсостояния, и сейчас она потихонечку и возвращается в республику в виде федеральных программ, видимо, в виде инфраструктурных проектов и так далее. Но я хочу сказать, говорить, что вот на эти 120 долларов сделанные благодаря эффективности этих компаний, это будет очень большие привлечения. Тогда вам встречный дискуссионный вопрос. А виновата республика в коронавирусе. Почему она должна расплачиваться вот сейчас вот с такими, сейчас ведь режут везде бюджеты, особенно по инфраструктурным вложениям, по капитальным вложениям. Социальные выплаты резать нельзя, но вот эта вот область, без которой невозможно развитие, она сейчас существенно ограничится. Даже программа «Наш двор» и там тоже определенные вещи произошли по переносу на более сытые времена, на следующие. И вот республика, в чем виновата? Вот наступила такая вещь, и потом нас еще республику затащили в эту сделку ОПЕК, почему нельзя Москве сейчас взять и закрыть все наши проблемы? У них есть деньги на это? Они там накоплены в фонде национального благосостояния. Хочу сказать, что ведь если бы это было только Татарстан, то может быть это было справедливо. Но есть же большая страна и в этом плане они решают общую балансировку. Но Татарстан был донором. Ну хорошо, но я же объясняю вам, то есть это был донором во многом из-за хорошей конъюнктуры. Понимаете, из-за того, что... То есть мы сами не виноваты были в том, что это хорошая конъюнктура была. Честно, честно, да. И сейчас мы не виноваты в том, что... Не только, я хочу сказать, республика, она, как его, именно понимая, что в рыночной экономике циклы, скажем, перепроизводства, экономические кризисы, они цикличны. То есть они, мы целенаправленно занимались вопросами диверсификации. Более того, поддержкой того же самого сельского хозяйства, поддержкой малого и среднего бизнеса. Вот как не критикуют эти промышленные площадки, я считаю, что это правильное решение и они должны быть, если мы хотим, чтобы вообще регионы и наши территории это сохранились. И поэтому, и более того, мы сделали очень много инфраструктурных решений, благами которыми пользуются все категории населения, которые позволяют нам вот сейчас привлечь, когда все границы закрыли, новых туристов, а новые туристы это все-таки новые ресурсы, новая экономика, новые деньги для нас. То есть в этом плане. Я хочу сказать, что я считаю, что это не совсем вот правильно, как сказать, такие моральные точки зрения. Не только глаз посматривают на рентные предприятия. Понимаете, надо это смотреть на те предприятия, которые действительно работают на рынке. И создават, мне очень импонирует, то, что Рустам Моргалеевич это чем занимается, то есть он ездит по всей стране, по другим странам и максимально привлекает это инвесторов и это новое производство. Вот проект Алабуга и его расширение это вот самое, я хочу сказать, это модельное развитие республики. Вот сейчас я хочу задать очень тоже в развитии этой темы вопрос. Всем известно, что Татарстан вошел в рынок как достаточно промышленный регион с такой заскоруглой... Хочу сказать, что вот поскольку я все-таки статистику знаю и работал, за 10 лет Татарстан удвоил валовый продукт и соответствующим образом увеличился и республиканский бюджет. Даже чуть-чуть с опережающими темпами. Учитывая, что какие среднероссийские есть и то, что у нас население не выросло, то я хочу сказать, то есть по... Жить стало лучше, жить стало веселее. Нет, нет. Хочу сказать, что да, то есть вот в силу названных причин все-таки ну скажем, у нашей республики, слава богу, вот благодаря все-таки вот очень взвешенной политике подушка, экономическая подушка диверсификации и развития, она существует. Узкое место есть малый и средний бизнес, да, но вот я хочу сказать, что сейчас новая реальность, она диктует новые условия. Я думаю, что в этом плане вот будущее за маркетплейсами. Что это такое маркетплейс? Это вот то, что Озон, Wildberries, это наша задача помочь нашим малым и средним предприятиям в доступе к этим площадкам с минимальными издержками. С одной стороны, а с другой стороны, ведь в поисковике и вот на маркетплейсе очень важно, чтобы ты был всегда на топовых позициях, потому что там обычно, когда человек что-то хочет купить, он или читает отзывы, либо там первые десятки, все три тысячи товаров смотреть. И поскольку мы все-таки делаем стратегию на цифровизацию, то есть это правильный путь развития. Уважаемые телезрители, вот вы знаете, даже в сфере профессиональных экономистов сейчас очень много работ появилось в последние месяцы, они описывают совершенно новое состояние экономики, появился даже термин в поведенческих финансах, который называется ковидономика. То есть сейчас из-за этой пандемии мир уже никогда не станет прежним, он обрел какое-то совершенно другое, даже экономическое, какое-то другое равновесие, он ушел из одной системы, он сейчас ушел в другую, и появилось очень много таких вещей, про которых раньше даже и не задумывались, и возникли целые отрасли, какие-то отрасли рванули вверх, какие-то начали совершенно бурно развиваться, вы говорите, вот маркетплейт, а еще какие есть примеры того, кто мир перешел в новое состояние? Очень много, то есть все-таки начали переосмыслять подход и к науке, к образованию, к медицине, то есть вот это те отрасли, помимо еще отрасли фармацевтики и медицинской промышленности для этого медицинского назначения, то есть и все, что связано с интернетом, виртуальным общением, виртуальным обучением, то есть они все показывают очень большой устойчивый рост и скорее, и более того, сейчас люди поняли вкус этого, этой системы, потому что это ведь нелогично каждый день идти в магазин, пусть он там супермаркет, пятерочка, там, я не знаю, какие еще есть, там, магнит это, там, перекресток и так далее, и покупать то же самое молоко, тот же самый творог, тот же самый, там, крупу, там, ну, какой яблоки, повседневный набор товаров, если это повседневный набор товаров, его проще сейчас, это, как его, заказать, и за те же цены, или иногда даже за, это, за, вернее, за меньшие цены, прямо к тебе это, я даже посчитал, что дешевле курьера, там, из деливери вызвать, чтобы он тебе, домой, прямо, вот, к экрану телевизора, на просмотр любимого боевика, привез тебе продуктов, это получается дешевле, чем вот взять машину, завести, доехать самому, забрать это там, привезти, не только искать его там, это, они специально построены таким образом, чтобы ты, в каких-то очередях постоять, чтобы ты больше искал, по возможности, чтобы ты увидел больше товаров, и больше приобрел, то есть получается, намного удобнее, и, ну, пройдет эта пандемия, я как заказывал, я так и буду заказывать, потому что это удобно, это интересно, то же самое, с удаленной работой, вот я уверен абсолютно, что все, кто вкусил, вот с этим я не согласен, знаете, давайте, нет, вот здесь есть очень важный момент, это еще, это моя частная точка зрения, мы не говорим пока про обучение, я другое хочу сказать, вот обучение вообще не трогаем, это того, хочу сказать, что человек, это социальное существо, и он только потому, потому что у него есть, вот это, как сказать, таинство общения, и в том случае, если она будет менять природу, то есть нельзя квазиобщением заменить это реальное общение, то есть вы посмотрите, вот, например, есть много ведь случаев, когда в детском возрасте человек попадал в другую среду, он не социализовался, то есть, и в то же самое, вне зависимости, конечно, если человек это зрелый, то в этом плане, то есть он быстро может вернуться, к, скажем, к предыдущему общению, но вот это разрыв, или построение каких квази, или там, например, там куча фильмов, или виртуальная реальность, нет, в этом случае тогда природа человека поменяется, и я боюсь, что это не в лучшую сторону, то есть он будет терять свои человеческие качества. То есть вы сторонник именно... Я не сторонник, я просто говорю факт, это не сторонник, вы сторонник слов великого французского писателя Антуан Сензи и Гупери, который говорил, что самая большая на свете рожка, это рожка человеческого общения. И вот этот маленький лист... Я еще раз говорю, что общение — это и есть условие существования человека. Если нет общения, это уже человек, я же вам говорю, то есть он начинает терять свою человеческую природу. И потом, вот особенно это видно, то есть очень важно, есть период детский, когда разрывы в этом общении, они могут привести к фатальным, когнитивным, психологическим трансформациям общества. Ну вот, например, даже сейчас уже, вот я говорю о профессии журналистики, есть уже роботы, которые пишут тексты, составляют новости. И весьма сносно. И не только, вот есть очень удобный инструмент, иногда ведь нужно там много читать для того, чтобы в квитэссенцию оттуда выбрать. Сейчас существуют агрегаторы, которые... Вот уже Facebook, по-моему, собирается такой сервис запустить, чтобы... Не знаю, я использую FliBord. То есть это... Кстати, отличный. Тоже искусственный интеллект и очень... В зависимости от твоих интересов он тебе формирует актуальную подборку ежедневно. И получается, Марат Рашидович, вот иногда, вот, например, вот тот же самый сервис электронный, Алиса, да, вот, ну, иногда общаешься с ним, ну, как будто с живым человеком разговариваешь, то есть там какие-то адекватные ответы приходят. И так вот, в конце концов, если мы в эту сеть уйдем, мы даже, как люди, растворимся будем... и здесь ведь очень опасно, понимаете, то есть вот самое опасное то, что руководят этим процессом экономисты и маркетологи. И их задача состоит в том, чтобы изучить твой психологический портрет как потребители, для того, чтобы... Вы же видели, что сейчас, если раньше там как его реклама была нерелевантной, то сейчас по косвенным признакам, то есть что ты ввел в браузере, что ты там посмотрел, что ты спросил у Алисы, они начинают уже... Я недавно забил вот совершенно случайный холодильник, да, и вот сколько уже месяца два меня эти холодильники преследуют, они вылезают в самых необычных местах. Я хочу сказать, что вот с эволюцией этой системы она сможет предвосхищать, но еще хуже формировать эту потребность. О, это уже тоталитаризм цифровой. Я вот, нет, я почему вам и говорю, то есть в этом случае мы это... То есть у нас будет иллюзия, что мы самостоятельны, но де-факто мы ее потеряем. Как и свою человеческую картину киберпанка. Нет, зачем? Это факт. Мы же сами видим, то есть мы просто пытаемся обобщить тренд. Вот и все. Что делать, Марат Рашидович? Вы нас пугаете. Не пугай, я еще раз хочу сказать, что вот наличие, вот я не знаю, как вам, меня сейчас больше всего убивает фейковые новости. Понимаете, информации так много, что я не знаю, что правда, что неправда, чему верить. Даже в области статистики сейчас четыре или пять параметров по тем же ценам, по воловому территориальному продукту. То есть предварительный там это уточненный, скорректированный. это вообще сейчас уже... И вот в этих условиях, я еще раз говорю, я думаю, что вот все будет идти к тому, что вот эти большие даты, большие алгоритмы, они все-таки позволят нам вот отделить зерна от этого плевел, понимаете, и позволят очистить. То есть вы знаете, сейчас очень много времени уходит вот на непродуктивную информацию. вот даже я, как журналист по роду службы, я уже научился отсеивать эту информацию, но боже, как это дается тяжело, то есть вот это надо перепроверять. Теперь дошло до того, что надо перепроверять уже высказывания официальных лиц, потому что неизвестно, из какого источника это прилетело. интерпретировали этот вопрос. Да, да, и вот даже уже простая проверка фактов, она отнимает невероятно много времени, она требует даже специфических знаний уже, каких-то специфических умений. Я думаю, боже мой, а вот нормальный человек, вот как он вот, ну, он же просто тупо это все ловит, его он это вдалбливает, то есть те, кто эти фейковые новости производят, они... Но их ведь задача состоит именно в том, чтобы манипулировать общественным мнением. И возникает вообще очень достаточно мрачная вещь, что мы вот видим в каких-то манипуляторах какие-то структуры, которые мне... Вот простой пример американские выборы последние, да, ведь вы же видели там до сих пор непонятно, кто эти выборы выиграл, но какая-то сторона там, которая стоит за соцсетями, она решила, что Байден все и вперед, и все эти вещи, что там творили с ходи выборного процесса. Не только, то есть они, например, закрывают объективную информацию, флагат много фейков насчет и самого соискателя, и насчет его оппонентов, и становится вот очень серьезным инструментом в формировании общественного мнения. И получается, какие-то темные силы, мы не говорим, это рептилоиды какие-то, но... Но с другой стороны, если будет развиваться искусственный интеллект, то есть, исходя даже из определения искусственного интеллекта, то есть, он пройдет эту точку сингулярности, то есть, когда человек сможет... Не дай бог. Нет, это неизбежно. Пока этого не наблюдается. Пока... Вы знаете же... Те стюринга машины пока проваливают. Но зато, как ее... Уже никто из шахматистов не рискует съесть это и объявить это... Как... Да деблю вот этот компьютер, который Горько Спарова обыгрывал, да, но вот, опять-таки, шахматы тоже не совсем релевантны. В шахматы, в шашках, наверное, еще проще вот такое сделать. Зачем? Там же огромное количество комбинаций. Понятно, но все равно есть сильные ходы, слабые ходы. Это вот накопленный весь опыт вбивается и скорость расчетов, они действительно... Машина лучше это делает, чем человек. Она обучается? И все? Она же может друг с другом играть бесконечно. Просто там такое количество вариаций, что оно сопоставимо с количеством брони, с количеством песчинок и так далее. Ну, Артур Шедович, можно я тоже вопрос задам, который, я думаю, наш... Ну, даже вот более сложные игры есть, го, и так далее. Там тоже уже у человека нет шансов. Верну на вас нагреш на землю с одним вопросом. Вот смотрите, в этом году мы увидели, мы и раньше это видели, но это какой-то такой феноменальный рост Китая, какая-то могучая поступь. И видим США, которые находятся в таком раслябном состоянии, особенно с выборами этими. В связи с этим вопросом. Доллар обречен? Я люблю Карл Маркса, еще раз, правда, это процитировал он другого экономиста, там, что нет такого преступления, на который бы не пошел это капитал, если там норма... 300 процентов. ...рибыли 100, 200, 300 процентов. Но я еще раз хочу вот сказать, что нет такого преступления, на которое бы не пошли Соединенные Штаты, для того, чтобы... ...сохранить... ...сохранить гегемонию доллара. Понимаете? То есть это основа. То есть это и основа их экономического чуда, и американской мечты, и прочее, прочее, прочее. То есть только в рамках термоядерной войны. Может доллар рухнуть. Да. Или совершенно новой карты, экономической карты мира. Вы знаете, Марат Рашидович, вот в одном из романов Пелевина, есть очень такая... Ну, Виктор Олегович Пелевин, нашего российского писателя, есть такая очень интересная метафора, когда человек начинает объяснять, почему Америка так успешна в инновационных, в инновационных разработках. Он говорит, ну, представь, говорит, у нас работают денежные Ниагары, мы можем печатать сколько угодно долларов и выбрасывать их вот на... Любые проекты, даже самые безумные вот эти, с точки зрения обывателя, и какие-то из этих проектов, там один из тысячи проектов, выстрелит, он дает отдачу, и мы можем себе позволить заливать это с утра до вечера, это Ниагары долларов. Ну, и не только. У них есть главное. У них есть энтузиазм предпринимателя. Вот что это неостановило. Ну, 200 лет это культивировалось, это плюс право на оружие, плюс демократия, плюс и т.д. ТП, то есть там... Изделение властей. Там сложилось достаточно уникальное, и вот такая среда. И вот теперь выникает такой вопрос. Мы многое говорим о современном экономическом росте. То есть уже даже сейчас, допустим, переведены шикарные учебники того же Дарена Атимоглу, теория современного экономического роста, где там по полочкам разложено. Но пока единого рецепта нет, и наша республика, она упорно пытается идти в фарватере вот именно этих модных веяний, встроить модель этого современного экономического роста, то есть инополисы, технопарки, логистика, цифровизация. И уходим мы от... Стараемся уйти от нефтяной зависимости, но проблемы ведь у нас нету эмиссионного центра, который бы вот это все... Я хочу сказать другое. Окраплял. Если мы по это смотрим, все-таки, что показывает четвертая промышленная революция? Если раньше машины и технологии, они определяли прогресс, то сейчас прогресс определяют люди. И республика, мне кажется, делает все правильно для того, чтобы привлечь как можно людей в республику. То есть, и я хочу сказать, эта стратегия правильная не только для Татарстана, но и для всей страны. То есть, если мы хотим состояться и развиваться, мы должны сделать наш город, нашу страну привлекательной. Чтобы каждый человек, вне зависимости от национальной принадлежности, от вероисповедания, пришел сюда и начал творить. Это не на наше предприятие, а чтобы он пришел с идеей и ее развил до предприятия. Причем до предприятия не районного, не казанского, а международного масштаба. Мы сейчас переходим к очень интересной концепции, которая уже замылилась от использования. Это так называемый человеческий капитал. Да, и креативный город. Креативный город, человеческий капитал. Но вот сейчас говорят человеческий капитал, человеческий капитал уже это понятие. Люди уже думают, что это какая-то вот мы должны налогов что ли больше платить. И вот это вот капитал государства. Некоторые начинают думать, что человеческий капитал это ну... Новая нефть. Какая-то... Это надо побольше за обучение заплатить. Вот скажите, кто такой человеческий капитал и какую роль университеты играет в формировании этого человеческого капитала? Да, тяжелый вопрос. Хочу сказать, что определение очень много человеческого капитала. Кто-то вот его оценивает как совокупное вложение, сколько делает человек в себя. Кто-то оценивает это вот как элемент нового уклада, инновационной экономики и так далее. Но вот в том определении, в котором я хотел его преподнести, это именно часть трудового потенциала, который имеет способность создать что-то новое. Вот что такое капитал. Это работающая вещь. Совершенно верно. И вот здесь, я очень верю, что в четвертую промышленную революцию именно университеты будут основными ядрами, ну скажем, именно платформами для новой экономики. Именно там, то есть человек, он сейчас должен не получать вот эти, скажем, фундаментальные знания, а университет должен ему, во-первых, помочь найти себя, помочь понять мир, формировать культуру мышления, да, совершенно культуру общения, чтобы уметь под свои идеи собрать необходимую команду и реализовать этот проект. Вот это, то есть университеты становятся совершенно другой единицей. И вот сейчас не случайно говорят, что университет должен быть не диплом, а должен быть проект. То есть, конечно, хорошо заниматься какими-то гипотетическими вещами, но времена прошли, то есть это, и нет смысла плодить какие-то второстепенные сущности, и поэтому было бы правильным, чтобы люди попробовали, то есть учащиеся в университете, реализовать какой-то реальный проект. Да, то есть здесь, как сказать, и здесь должно быть право на ошибку. То есть человек должен попробовать и посмотреть, и почувствовать, как это работает. Как в Америке, там есть большое количество предпринимателей, которые проваливали, проваливали, проваливали проекты. Это модель Гарварда. Понимаете, вот они так накачивают своих выпускников, и это вселяют в них посредством лидерских тренинг, тренингов, практик там, и так далее, что практически каждый после Гарварда пытается организовать свое предприятие. Из них 80, там и 90 процентов, они даже, по-моему, больше полутора лет не существуют. Но самое главное другое, сам процесс создания этих предприятий, он определяет, дает толчок экономическому росту. Сейчас вы посмотрите, экосистема Гарварда сопоставима с экономикой стран. Она больше, чем экономика. А нет эндаумент у них там? Нет, Германия, эндаумент у них больше, чем воловой территориальный продукт Татарстана с ее миллионами тонн нефти, там нефтепродуктов и так далее. А тут просто благотворительный фонд, в который нам вкладывали деньги, бывшие выпускники, и он больше даже, чем размер экономики нашей республики. И второй момент, вот на этих ошибках человек получает необходимые навыки и социализации, и общения, и реализации, и понимает это же, и более того, раскрывает свою сущность. Марат Рашидович, я слышу от вас немного абстрактное, то есть вы говорите университета, университета, а вот скажите, как у нас это все? Расскажите. У нас это сложнее. Я хочу сказать, мы пытаемся все это делать, но, к сожалению, есть такое понятие, которое называется государственный образовательный стандарт. Понимаете, это все равно, что тебя, вот это ты в очень такой небольшой комнате, где метр семьдесят потолок, а тебе говорят, ты прыгни в этой комнате на два метра. Совершенно верно. Более того, вы знаете, в чем преимущество, почему вы скажете, вот там у них получается, а у нас сложность? Дело в том, что там большие экономические свободы университетов. Да, то есть это в этом плане, ну вот смотрите, сам факт, то, что государственный стандарт разрабатывает, вот кто разрабатывает государственный стандарт? И почему вот наш университет не может разработать собственные эти стандарты? Действительно, почему? Это выше моего, это как его, не конкурирует между университетом и с каждым стандартами. Или второй момент, вы понимаете, почему я должен это вот согласовать, это поехать в Москву, и это полгода, или иногда два года, ждать согласования, где поставить банкомат. Но неужели у министерства образования нет это более серьезных задач, чем это локация моего, это банкомата? Прямо как госплан, какой-то старые добрые времена. Нет, это кроме что-то, хочу сказать, это вот такая задача. А уж и... И поэтому, когда нет самостоятельности, когда есть столько рамок, очень трудно, то есть мы пытаемся, то есть, да, вот это, как и сформировать свой бюджет развития, вот была программа конкурентоспособности, которая дала это возможность привлечь лучших специалистов, опробовать новые ниши. Но, к сожалению, это вот я еще раз говорю, это постоянно идет с большими сложностями. Марат Рашидович, а вот вы в начале разговора, когда гречи шла о том, что как наша страна достаточно лучше прошла санкции, ой, лучше прошла к пандемии, чем, например, в Италии, объясняли, что санкции сыграли нам в плюс, закрытость экономики и концентрация на крупных предприятиях сыграли нам в плюс. Так, ну, структура экономики, в том числе, отсутствие малого бизнеса, в малом числе его сыграли нам в плюс. Так можешь все оставить? Если так в плюс хорошо работает? Нет, хочу сказать, что ведь самая главная задача устойчивости. Понимаете, а устойчивость говорит о том, насколько структура нашей экономики адекватно меняющимся реалиям. К сожалению, вот с точки зрения цифровизации, инноваций, не случайно там Рустам Рогалевич, это Ильша Травкач, это вот есть даже такой термин, который Щедровицкий придумал, понуждение к инновациям. Понимаете, то есть они административно, то есть это, потому что, вы знаете, у нефтяника все хорошо. Зачем меняться? Нефть есть, пусть там у нас, да, у нас сейчас берут больше налогов, но все равно же все хорошо, там у нас красивые здания. Это и называется иногда ресурсным проклятием. я езжу на хорошей машине, зачем все менять, все нормально, в магазине там товар есть, это как его ресторане, там это, это можем сказать, понимаете, это вот Суманки кувейт, короче. Да, и поэтому, то есть вот, а после того, как вот в 90-е годы мы начинали, 60 и более, 64 процента всех доходов формировалось именно нефтедобывающей отраслью. Сейчас 60 процентов это формируется обрабатывающими отраслами и порядка, чуть менее 30 процентов нефтянки. Понимаете, но что еще, какой у нас минус? Вот новые, высокие технологии, к сожалению, эти отрасли у нас не очень развиты. То есть вот централизация это вертолетостроение, авиастроение, приборостроительной базы привело к тому, что вот те предприятия, которые могли бы стать локомотивами новой экономики, они сейчас в очень сложном ситуации. Это в очень сложном ситуации. А вот все-таки, почему вот так все идет? Что это чему-то хорошему родится, оно потом начинает в эти госкорпорации уходить и наступает застройство вложений. Вот знаете, вот это вообще очень интересная штука. Когда начиналась приватизация, говорили, мы будем приватизировать те отрасли, которые убыточны, чтобы вот там поднять инициативу при последствии конкуренции предпринимательского запала сделать их это эффективнее. А получилось наоборот. Те проблемные отрасли, как они были не приватизированными и не работали, так и они остались. А приватизировали только те отрасли, которые и раньше показывали свое высокое эффективность. Это называется национализация прибыли и приватизация убытков. По-моему, так называется же? Нет, приватизация прибыли и национализация убытков. Да, правильно, правильно. Убытки стране и по себе. Вот. И эта модель, она очень распространена. Вот мы можем с утра до ветера почешаться на трот с космосом, вот там, да, там, Рогозьем. Он поет красиво на гитаре песни о покорении космических высот. Но ракеты вот почему-то... Нет, мне очень было обидно, когда вот это, как сказать, он написал про маску там, это, на ботуты вот эти вот эти. Вы знаете же, надо реально оценивать это. И более того, вы знаете, мир сейчас, как вам сказать, самое главное условие вот интернета — возможность кооперации. И более того, мир очень меняется, и он настолько динамичен, если ты не найдешь себе нишу и не можешь кооперироваться, сейчас все легко обойдутся без нас. Понимаете, поэтому сейчас вот позиции, таких позиций, я думаю, построить хорошую цехочку очень хочется. То есть, либо ты быстрый, либо ты мертвый. И не только. И ты должен уметь договариваться. Вот в чем вопрос. И вот я хочу сказать, самый большой, вот если посмотрите, это вот последние там 15-20 лет, самая, скажем, неразвитая компетенция в России — это вот договор о способности. Ну и с этим большие проблемы. Но это помогло в эпидемии, помогло сельскому хозяйству. Уважаемые телезрители, к сожалению, вот хочется бесконечно, бесконечно, вот с таким человеком. Я уж скажу, мы вместе раньше, стыдно сказать, сколько лет, это почти 30 лет назад учились это вместе, поэтому у нас очень мощные учителя, поэтому я очень внимательно всегда читаю. То есть я хочу сказать честно, я разделяю те подходы, которые вот вы и в своих телеграм-блогах, или вот в других это... Спасибо, Марат Рашидович. Вот год завершается, заключительная часть, что вы пожелаете телезрителям, стране, нам, тем... Хочу сказать, знаете, спокойствия и терпения хотелось бы пожелать. Вы знаете, сейчас очень неспокойное время, то есть близких касаются вот все эти сложные пандемии, и в обществе есть какой-то вот, ну, нарастает истерия. Действительно, и денег это немного, и в праздник хочется же всем сделать это подарки, и все остальное, но все равно надо понимать, что это закончится, но мы не должны вот эти наши важные человеческие отношения, это, ну, скажем, поддаваться всем этим вещам. То есть, все-таки, самое главное, я вот говорил на предыдущей встрече, уже первые индикаторы того, что экономика оживает, это начал стабильно работать и расти Китай, растет эта нефть, растет спрос, это более того, нашли уже варианты вакцинации, причем там не единственные, а множественные, появляется выбор. Так что, действительно, возникает новая реальность, и возникает много новых возможностей. Вот всегда население, скажем, вот Российской Федерации, это вот что-то следнее было между, как там, подковал Блоху, между Левшой и Кулибином. Понимаете? То есть, да, у нас очень креативные, очень энергичные люди. И вот я очень... У нас единственный вот дизайн и договороспособность, это две наши узкие... Осмекалка, осмекалка. Да, ну вот я хочу сказать, что вместе с университетами, если бы, вот, хочу сказать, создать такую кружку Петри, где бы это все сварилось в нашу новую российскую управленческую экономическую модель, это было бы очень важным шагом. И вот я очень надеюсь, что, по крайней мере, сейчас, ведь когда уже, понятно, проблема, есть какой-то позитивный опыт, а вот Китай, он при помощи цифровизации, при помощи камер, при помощи смартфонов, сейчас может очень быстро отследить и выявить очаг, быстро локализовать. Я думаю, что вот, используя эти инструменты, мы сможем в новой реальности... Поставить заслон следующим пандемиям. Совершенно верно. Но пандемия, то есть, вот наши ученые говорят, то есть мы сейчас входим в новый этап, и надо научиться с этим жить, и более того, надо это отпустить, и не держать, вот, и не бояться этого вопроса. Вот такой мудрый совет, быть оптимистами, вопреки всему, верить в лучшее, и, товарищи телезрители, дорогие наши телезрители, от лица нашего университетского телевидения, от лица вообще всего университета. Хочу пожелать тоже, в свою очередь, душевного равновесия. Добра, равновесия, душевного, тепла. Общения, о котором мы говорили, да. Потому что ничего нет более... Это правда. Это то, что нас двигает, то, что нас развивает. И вот... Благодаря чему мы становимся людьми. Да, совершенно верно. Вам большое спасибо, было очень приятно. На этом мы заканчиваем нашу передачу. В гостях сегодня у нас был проректор Казанского федерального университета по стратегическому и экономическому развитию, доктор экономических наук, профессор, замечательный собеседник, Марат Рашидович Сафиуллин. И, соответственно, с вами были мы, журналисты КФУ Рустам Вафин и Альберт Бекбов. До свидания. До встречи в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова